У нас курение в городе, в общественных местах запрещено. Город – свободное курение. Я согласен, да, то что в общественных местах, вот как вы говорите, курить нельзя. Парк Фронт за ранний вечер. Солнце уже не такое активное, самое время для прогулок. Потому на скамейках парка почти нет свободных мест. Правда, не все могут наслаждаться чистым воздухом и красотой природы. То и дело, вид на море скрывается за домовой зависой. О здоровом образе жизни, подчеркивают участники рейда, люди должны задуматься сами. Но при этом не отравляют кислород тем, кто бережет свое здоровье. Потому и выходит в рейды. Особое внимание к курению там, где это запрещено. Но вопросы, законно ли это, ссылаются на российское законодательство об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Курить без ограничения можно только у себя дома. В остальном необходимо следовать букве закона. Для курильщиков в Сочи организованы специальные места. С теми, кто либо не знает об их существовании, либо принципиально отказывается соблюдать закон, проводит беседы. Те, кто нарушают, мы подходим, делаем им замечания и беседуем с ними. То есть человеку даем понять, что он действительно сам нарушил. И он сам тушит сигарету. И, честно говоря, результаты есть. У горожан отношение к курению курильщикам неоднозначное. Кто-то ратует за здоровый образ жизни. И к табаку одной с экране негативно, другим все равно. А некоторые, будучи зависимыми от табака, сами желают избавиться от пагубной привычки. Считают, что такие рейды заставляют задуматься о вреде курения. Отрицательно тоже. Не люблю. Я нейтрально отношусь к курению. Мне все равно. Ну, негативно. Стараюсь бросить. Сочинские власти предупреждают, что беседы с нарушителями не всегда проводят волонтеры и медики. Правоохранительные органы, а у них, как правило, разговор сводится к составлению административного протокола, штрафуют нарушителей. Тысяча рублей может и невеликая сумма, но уж точно помогает дисциплинировать тех, кто не может отказаться от сигареты. Елена Всицына, телекомпания ФКТ.